Всем привет! В этом видео я вам покажу, как сделать такой эффект портала с помощью Shader Graph и Amplifier. И вот так этот портал выглядит с использованием Shader Graph на Universal Render Pipeline. Прежде всего, для портала понадобится сделать вот такую вот круглую модель с квадратной UV-разъёрткой. Эту модель можно легко создать в Blender. Достаточно добавить Mesh Cylinder. Вот тут в настройках цилиндра выбрать Nosing Cup Fill Type, чтобы убрать верхние и нижние стороны. Перейти в режим редактирования с помощью клавиши Tab, выделить верхние стороны с помощью Alt и нажать на верхнюю линию. И нажать Size 0. Потом выделить всё с помощью клавиши A и также нажать Size 0. То есть, нет, Size Z 0 клавиши. И чтобы картинка, вот, текстура ложилась намного ровнее на вот эту модель, можно добавить ещё сторон с помощью комбинации клавиш Ctrl R. И вот, вот так добавить. И, кстати, UV-разъёртка создалась автоматически. Вот это можно посмотреть, вот какая квадратная UV-разъёртка вешла. И эту модель можно спокойно переносить в Unity. Но перед этим нужно сделать вот такое-что с поворотом. То есть, надо нажать Rotate X-90. То есть, нет. Rotate X-90. Нажать File. Export. FBX. И тут выставить Apply to FBX All. Всё, и сохраняем. После того, как сделали модель, нужно добавить новую систему частиц в сам портал. Выставлю её в центр портала. И тут нужно убрать Shape и включить Emission, не Rate Over Time, а Boost. И добавить, сделать появление одной частицы. Она вот улетает, поэтому скорость нужно вообще отключить. Выставлю duration 200 и Lifetime 200. И тут нужно выбрать модель, которую мы сделали. Во вкладке Render, выставить Render Mode Mesh. И выбрать сам Mesh. Render Alignment нужно сделать не VEV, а Local. И повернуть на 90 градусов в 3D Start Rotation. Ага, тут вот этот стандартный материал Particle Width, он односторонний, поэтому я вот лучше выберу какой-то там Defile Particle System, он двухсторонний. И размер, думаю, нужно сделать побольше. Вот, 1.5. И после этого можно уже приступать к созданию шейдера и материала. Шейдер можно создать, кликнув правой кнопкой Mesh в окне Project и создать PBR Graph. И открыть его с помощью шейдера графа. В самом шейдере нужно выставить настройки. Вот, включить галочку Decides, чтобы шейдер был двусторонним. И выставить Surface Transparent. И получился вот такой вот черный шейдер. Вот, даже не черный, а серый, потому что вот тут нужно выкрутить цвет лебеда на черный. Смутность нужно выставить 1. И окружен нужно выставить 0. И теперь он будет полностью черным. Вот. Но нам нужно сделать искажение. Поэтому нужно создать нод SandPosition. Так, и SandColor тоже нужен. А, ScreenPosition, не SandPosition. Вот. ScreenPosition. И добавить его в SandColor, а SandColor добавить в Emission. И теперь, вот, текстура, материал сам будет прозрачный. То есть он будет брать цвет сцены. Но нам же нужно сделать искажение. Поэтому искажение нужно делать с помощью текстуры. Можно еще с помощью шума, который есть, вот, в самом шейдер графе, можно создать. Но я буду делать с помощью текстуры. Переименую ее на MainTexture. Вот. И нужно еще создать нод SampleTexture2D. После этого нужно добавить эту текстуру в SandColor. То есть добавить ее к SandPosition в SandColor. И вот появилось такое искажение. Но тут оно искажает полностью, потому что не выбрана текстура. И с помощью текстуры получилось вот такое искажение. Но, как вы видите, оно очень сильное. Поэтому нужно уменьшить именно силы искажения. Для этого нужно создать нод Multiply. И перемножить текстуру с каким-то значением. Вот, допустим, я создам вектор 1. Это будет... DistortionPower. Пусть это значение будет 0.05. И нужно его перемножить вот с текстурой. И теперь искажения более слабые. Но и мне еще не нравится вот это искажение, что в центре. Видите, вот эту точку. Она как-то прям неровно искажается на центре. Поэтому в главной текстуре я еще добавлю текстуру шума. То есть нужно создать новую текстуру. То есть не текстуру шума, а текстуру маски. Чтобы замаскировать вот это искажение в центре. Чтобы там оно было очень плавное. И нужно перемножить это все. То есть нужно перемножить две текстуры между собой. Вот как-то так. После этого вторую текстуру нужно выбрать в материале. Вот этот градиент. И теперь искажение намного плавнее. Это искажение выглядит очень статично. Прямо как какое-то, не знаю, стекло или зеркало. Поэтому нужно добавить какое-то движение. Движение можно добавить с помощью нода Talent Head Offset. И подключить этот нод в саму текстуру. Для движения я буду использовать значение вектор 4 в самом материале. Чтобы отдельно взять компоненты вот этого вектора 4. Нужно использовать нод Split. И чтобы объединить их вектор 2. То есть движение вот вверх-вниз, лево-право. Это все через вектор 2 делается. Нужно добавить нод Combine. Раз-раз. Я делаю это вот не через какой-то там тут вектор 2, а вектор 4. Потому что я хочу еще использовать это для текстуры шума будущей. Но я вам сейчас покажу, когда закончу с этим. Потом этот вектор 2 нужно перемножить с временем. Time. И добавить в Offset. И вот тут с помощью значения отрицательного положителя можно сделать движение портала. Вот как-то так. Но само по себе искажение оно не делает весь портал. Поэтому нужно добавить еще какие-то компоненты. Допустим тот же шум. Для этого я создам новую текстуру 2D шума. И скопирую нод SampleTexture2D. Также перемножу его с маской. Чтобы по центру все было ровно. И можно еще перемножить с цветом. Чтобы цвет был не только белый, а можно белый цвет задавать в материале. И в настройках материал также нужно создать цвет. Вот. После этого еще можно перемножить с VertexColor цвет. Чтобы была возможность изменять его в системе частиц. Вот так. И с помощью нода Add. Нужно добавить его в Emission. Тут уже можно вот задавать цвет и текстуру шума. Но этот шум, как вы видите, также статичен. Поэтому я ему также добавлю движение. Также все это нужно сделать в NoteCombine. Перемножить со временем. И добавить UV. И для шума тут отделены настройки для движения. Вот. И теперь шум также движется. Можно ему изменить вот цвет. И сил. В принципе, на этом все. Но вы также можете как-то разнообразить свой протал. Вот скопировать этот круг с искажением. И заменить текстуру, допустим, на какую-то другую текстуру. Шума. Вот. Изменить там цвет. И выйдет совсем другой эффект портала. Можно еще добавить разных частиц. Но это все на ваше усмотрение. Кстати, на обычном рендере этот шейдер выглядит вот так. То есть все то же самое. Сейчас уберу дополнительные элементы. Вот. Просто искажение. Но я сделал так же самое только через Amplify. Но, как вы видите, он выглядит, этот шейдер, немножко по-другому. Вот. Так он выглядит в Amplify. То есть я также добавляю Screen Position. Добавляю Screen Color. И перемножаю вот еще. То есть добавляю шум. И добавляю все это в нот. В выход в Color просто. Настройки шейдера. Вот такие шейдеры Alpha Blended. Обычные Legacy Particle Alpha Blended Shader. Обычные вот Legacy шейдеры, они работают со всеми пайплайнами. Будто HD Render Pipeline или Universal Render Pipeline. Реализация точно такая же самая, как и в шейдерографе. Спасибо за просмотр. И пока. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok